Привет, друзья! Друзья, вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я начинаю свой влог. И что же я хочу сделать на этой неделе? А на этой неделе я хочу, в конце концов, начать то, что я позаявляла уже в вышивальном разгуле. Я позаявляла Миробилью Ти. И последнее, что я заявила, это Эйфелевая башня от Суазик. И ни то, ни другое я не начала. И я решила начать с более сложного. Более сложное, это понятное дело, Суазик. И чтобы мне одной не бояться, давайте бояться вместе. Я сейчас вам покажу эти схемы, которых я нифига не понимаю. Вот такая красотка у меня должна получиться. Очень стильная, очень... Ну, у Суазика не все вот такие... Я не знаю, мне они очень нравятся. Здесь смесовые техники, здесь и крест, здесь и лонг стичи, здесь и блэк лок, и что угодно, и как угодно. Ну, чтобы это понять, наверное, надо знать французский. И посему я хочу с этим процессом вступить в Инстаграме в совместный отшив с Ольгой Лысенко. Она проводит каждый год СП по Суазик. И она очень-очень помогает там. Она перевела все эти описания. Ну, я сейчас вам покажу там описание, и вы поймёте, что там только человек, который знает французский, может это всё разобраться, понять. Та-дам! Ну, мало того, что это на французском, так это ещё и написано от руки, что усложняет намного-намного всё это, потому как ты не переведёшь это в гуглопереводчике. Обычно я, если что-то не понимаю, я делаю фотографию в гуглопереводчике, и он переводит. Вот, и здесь, ну, видите, это трешняк конкретный. Единственное, что я здесь пока не понимаю, вот это обозначение, значит, это крестик, я поняла, вот это написано, что мы вышиваем крестиком. Кроме того, что здесь крестик, здесь ещё есть вот такие интересные крестики. А вот видите, через две клеточки, вот такой, блин, у меня какой-то крестик. Вот это вообще, я вот этого пока не поняла. Это всё надо будет спрашивать. У Оли, у неё есть видео, там, она дала объяснение по этим всем штукам, надо будет его ещё раз пересмотреть, и основное, что она дала, она дала описание вот этих всех надписей французских, что это значит перевод, потому что, ну, вы понимаете, что из-за бить, да, что такое у нас сегодня, не хотели мы сегодня снимать, вот. И покажу вам кусочек схемы, и вы тогда будете в курсе. Вот схема, схема отрисована от руки, и вот видите, кусочек такой, вот здесь подписано, чего тут надо делать. Ну, из всего, из всей этой надписи, я поняла, 310-й ДМС, всё. Ну, я, пожалуй, начну с её платья. Здесь, понятно, здесь обыкновенный крестик, мне надо крестиком вышить её платье. И я этим ей займусь, тем более платье там идёт по центру, я так понимаю, ну, насколько там нарисовано правильно. И я, скорее всего, вышью вот это чёрное платье, а уже от этого, ну, так, постепенно-постепенно буду продвигаться вперёд. Я так полагаю, что вот эти вот складки её платья тоже, они крестом вышиты. Вот здесь написано, если я правильно поняла, фестоны, ну, вот этот шов, ну, вот это, наверное, лонг стич, ну, вот это, наверное, лонг стич, это, ну, такие предположения. Мои предположения, что я думаю, я, наверное, сделаю фотографию, потому что вот он, такой размер этого превью, ну, вот, чтобы вы понимали, да, ножнички, вот это, ну, он маленький, там, рассмотреть тоже очень сложно, что-то, что-то. А, ну, как я уже говорила, я брала эту схему на выставке во Франции, видимо, были с девочками вместе, и она даёт там вот всё это укомплектованное, можно было у неё взять эту тканюшечку, она тебе сразу отрезает её бисерочек, вкладывает в наборчик, вот видите, какой бисер, вот этот золотистый, даже медный какой-то, это на сумочке, то, что мы видели, чёрный, не какой-то белосерый, я не пойму, это они разные, вот это серый, а это белый, или это одно тоже. Ну, ладно, разберёмся по ходу движения, у меня вот такие нитки. Так, полагаю, вот эта нитка, мне нравится вывышивать пласт. Я взяла на всякий случай чёрную, просто нитку, я не взяла 310-ую. Ну, короче, ещё вот, вот такой красивый лён 32-го каунта. Такой очень приятный цвет, серо-зелёный такой. Красота! Главное теперь разобраться, как это вышивать. Пожелайте мне удачи! Совсем забыла и вам показать. Тут я недавно была одержима овцами. Вот бывает с вами такое, вы понимаете разумом, что вам 300 лет это не надо, это бесполезная трата времени. Но вы не можете, чтобы этого не сделать. Ночь не спишь, думаешь, мне нужна эта овца. Зачем она тебе нужна? Я не понимаю. Ну, и, короче говоря, во всём виноват пин интерес. Там я увидела овцу. Не буду вам даже вставлять картинку, потому что моя овца и рядом не стояла с той овцой, которую я хотела сделать, осуществить. Ну, так, я увидела картинку, фотографию, там кто-то смастерил игольницу овцу, и я хотела себе такую же сделать. Кстати, она у меня совершенно вышла другая, какая-то овца немного с длинной шеей, зато у неё есть вот такой бубенчик. Видите, какой классный. Ноги у неё торчат в разные стороны, но зато она устойчиво стоит, и в неё можно втыкать иголочки. Вот такая попонка у неё есть, и хвостик, и ушки. Всё как положено. Вот, видите, я тут надела вот такие и с этой стороны, и здесь в карманчике даже можно что-нибудь напихать, если при желании там будете что-то мастерить. Вот, довольно-таки глубокий этот карманчик получился. Вот, и пока я её не сделала, я не успокоилась. Конечно, меня результат не так обрадовал, как я ожидала, но, тем не менее, у меня теперь есть овца, в которую можно втыкать иголочки. Я не знаю, почему вот такое находят. Говорят, это подсознательно человеку требуется переменка, да, вот там начинает стриться, мебель передвигать в доме. Кстати, про стрижку. Если вы думаете, эпопея с моей пострижкой закончилась, на том видео, когда я вам показывала, сколько тут прошло пару недель, то нет, как выяснилось, мне выстригла эта парикмахерша Клок, и у меня чёлка там каким-то таким непонятным образом выкладывалась, что это выглядело ужасно, и я решила третий раз за два месяца пойти опять под стриться. Ну, короче говоря, я теперь как вот эта овца. Хотела снять видео про итоги зимы лицом, но теперь вы меня долго лицом не увидите, пока отрастут волосы и будет что-то смотримельное, потому что я сама на себя в зеркало смотреть не могу, это трэш какой-то, я по-прежнему уложить не могу, и теперь у меня волосы вообще короткие. И покажу вам то, что я навышивала за вчера, как я и обещала взяла вышивать. А вот я теперь не знаю, где верх и где низ, прикиньте. Наверное, вот так, скорее всего. Да. Взяла я вышивать эфелевую башню, и вот что я навышивала. Такое оно мелкое, а здесь написано 32-й команд, но то ли из-за того, что я сейчас сто процентов зрящая, скажем так, мне кажется, честно говоря, что это весь 36-й команд, поэтому, ну вообще, мелко-мелко-мелко. И я вот вышила вот это, и даже я до конца вот этот ряд не довышивала, потому что глазки в кучку, я ничего не вижу, и боюсь, что этот проект придется мне отложить, хотя я уже написала везде, что я вступила в это ИСП. Ну, может, буду там по ниточке по две вышивать. Посмотрим, как дальше будет дело у меня. Следующий прием 5 или 6 марта, не помню. И послушаю, что мне скажут, потому что я до сих пор не вожу машину. Ну, вышиваю, да, я вышиваю, как я вам уже показывала, на это Милл Хилл. Ну, вот 14-й каунт я вижу, а вот вы видите меньше. Все. Ну, ладно, не об этом. Что ж, я вышила вот это, и все, и потом думаю, нет, надо что-то покрупнее взять, и я взяла свою зимнюю сценку от Dimensions. У нас по-прежнему проходят работы, поэтому будет у нас на фоне дрели, не на фоне музыки, а на фоне дрели у нас будет видео. Так, и я вот, как вы можете видеть, взяла эту зимнюю сценку, и я так неплохо ее повышивала. Я вышила вот эту рамочку, вот здесь кусочек я отшила, потом я вышила, видите, вот здесь почти весь домик здесь, наверное, будет еще белым по белому, но вечером я уже не стала белым по белому вышивать, потому что, ну, как я сказала, у вас кивкучку, а вот это вечером я вышила прям замечательно, замечательно оно у меня вышилось. Так что мне здесь осталось дошить эти домики, потом здесь елка, елки будут, вот здесь пруд замерзший с катающимися детками, ну, короче, сюда достаточно. Но зато вон как красиво получается, и, конечно, бы хотелось бы мне его закончить, а не оставлять на следующий год, потому что я понимаю, я сейчас, если заброшу, то летом, хотя как-то я иногда летом, мне хочется зимнее для свежести, скажем так, повышивать. Ну, а вот это я, ну, за счет того, что канва, скорее всего, я четко вижу все эти дырочки, все эти крестики, и я могу это четко все вышивать. Ну, вот, видите, здесь вот такие какие-то просветы, вроде как бы я стараюсь эти крестики ровненько выкладывать, но все равно. И в четыре нити здесь, ну, когда постирается, я надеюсь, что это все выровняется, и будет красиво. Здесь еще будут крейником больше такие цветочки, типа такое, и вот такая вот типа овальная рамочка будет вокруг. Ну, конечно, проще всего для меня сейчас эту овальную рамочку вышивать, но я не хотела ее здесь продолжать, эту рамочку вдруг, если я ошибусь, чтобы мне это потом не распускать, потому что здесь дом, и здесь вот елки будут еще какие-то, а я вот уже вот здесь загибаю куда-то туда. Ну, короче говоря, я побоялась, что я что-то тут накосячила. Так что буду идти вот так, сейчас я закончу домик, потом елки, и только потом буду доделывать эту рамку. Вот такой красивый сюжет. Какая у меня красивая орхидей зацвела, такая тигровая. Красивая. Или уже много-много лет, я не знаю, лет 10 так точно. У нас такая грусть-печаль, уже неделю у нас вот такая погода, идет дождь, он вот так, его даже незаметно, он такой мелкий-мелкий-мелкий, но он идет всю неделю беспрерывно, но он прерывается на более крупный дождь. Поэтому такая грусть-печаль. Но мы не будем грустить, потому что у нас есть чем заняться даже дома. Вот чем я занимаюсь дома. Я на полу сижу и вышиваю сиазик через лупу. Вот такая у меня конструкция. Вот здесь отца моя пристроилась, очень удобненько. А вот здесь у меня схемочка. И вот здесь расшифровка, то, что Оля перевела с французского, чтобы можно было понять, что делать. И вот даже меня видно здесь. Вот привет, привет вам. И вот, что я навышивала. Вот вам тоже через увеличительное стекло покажу. Три рядочка. Это платье моей красавицы. Оказалось, это новинка. Я даже не знала. У меня это первый сиазик, который я вышиваю. Ну, я вышиваю платье. Начала с самого простого. Видите, оно светит. Я переживала, что у меня тоже светит. Но оно и тут светит. Вот видите, как получается. В одну нитку надо вышивать. Тридцать второй каунт. И что же я еще взяла? Это я вышиваю по утрам, когда нормальный свет. Сегодня он ненормальный. Я не знаю, буду ли я сегодня это вышивать, потому что темно. И покажу, что я вышиваю при любом освещении. Храню уже полгода. Как я храню здесь мою скатерть с птичкою. Кто забыл, сейчас я вам напомню. Я сама забыла про нее. Вот такая у меня скатерть должна получиться. и у меня до вчерашнего дня сейчас я вам растелю ее и покажу. До вчерашнего дня у меня была отшита эта птичка и отшит этот полностью угол. Видите, здесь и с цветами, и птичка. Здесь все. Этот угол у меня был полностью вот так закончен. И за вчерашний день я вот смотрите, сколько цветочков навышивала. Здесь очень... Это, наверное, 14 канва. Что такое? Вот. И вот эти я листочки, цветочки вышила. Подзабыла я, оказывается, что тут не такая, видите, схема. Просто разноцветная. И разбирайся сама, какой цвет тебе больше нравится. И я такая сижу, я думаю, а вот это это легенда. Я вон пронумерировала и здесь на схеме я пронумеровала тоже эти цвета, потому что чуть темнее, чуть светлее. Еще при дневном свете оно как-то более-менее видно. Но при электрическом электрическом свете как бы там разница сиренево-темно-розового и розового не особо. Ну вот, буду вышивать мою скатерть и сёзик. Расскажу вам, чем живу, чем занимаюсь. В пятницу была в библиотеке. Вы знаете, я время от времени туда хожу, почувствовать себя более умной. И взяла снова я этого Жаэля Дикера. Ну, если раньше аудиокнижку я слушала, то теперь я решила почитать, почитать. И взяла называется «Дело Аляски Сандерс». Не ожидала. Я подошла такая, я пошла смотреть на эти, на полке, не нашла этого Жаэля Дикера. Подошла к библиотекарю и у нас там не библиотекари работают, а волонтериаты. Ну, короче говоря, люди, которым не платят. И я говорю, так и так, я хотела бы эту книжку, что у вас есть за Жаэля Дикера. Я хотела другую книжку. Он посмотрел той книжки, которую я хотела, нету. Ну, вот это есть. Я говорю, ну, давайте. Он пошел со мной, достает мне эту книжечку, такая, я такая, блин, думаю, она как «Война и мир». А «Война и мир» у меня нехорошие воспоминания, испорченное лето, как я помню, нас заставляли ее читать. В 15 лет меня как-то мало волновала Наташа Ростова с ее Пьером Безуховым и вся это лабудение. И поэтому я так, знаешь, у меня сразу мысль такая, боже, какая. Прочитали я ее, ну, потом думаю, ну, ладно, если мне уж так нравится этот Жаэль Дикер, возьму, попробую, получится, получится, не получится, я принесу обратно. Всю субботу я какая-то занималась кинематографом, я полдня снимала, потом полдня монтировала. Я надеюсь, вы оцените мои труды и старания, мои видео, итоги зимы и планы на весну. Я надеюсь, вам понравилось. Напишите мне, кто еще не смотрел, проходите, смотрите. Там я на какой-то момент загрустила, потом я на какой-то момент обрадовалась, ну, все, в общем, как в романе. А чем же я занимаюсь сейчас? Та-дам! Посмотрите, что я вам покажу, какую красоту неземную я сотворила вчера вечером. У нас по-прежнему идет дочь. Вчера вечером я решила повышеваю, присела, повышеваю, посмотрю ютубчик. Открыла ютубчик, посмотрела, ну, туда, посмотрела сюда, а смотреть нечего, я не знаю. Кого вы смотрите? Я имею в виду вышивальный ютуб. Накидайте мне ссылочек, если вы меня смотрите, наверное, у нас вкусы сходятся, и мне зайдут остальные блогеры, которых вы смотрите, и другим девочкам может быть интересно. Каких-то новых, интересных вышивальщиц, или незнакомых, может, и не новых, а незнакомых, потому как многие ушли, кого я смотрела, и сейчас я как-то иногда теряюсь, иногда смотреть нечего. Ну вот, посмотрела, я никого не нашла, и тут мне на глаза попалась вот такая штучка, это браслетик, и он из бисера, и он вяжется на станке. Конечно бы, можно было бы заказать станок на Алиэкспрессе, он там стоит недорого, но пока он придется Алиэкспресса, я забуду вообще, что это такое, и зачем оно мне надо. Так что, вчера я мастерила часа два эту коробочку, потому что, ну, типа станок, нашла видео, ну, вот, знаете, как зацепился как-то в анекдоте, лучше бы я выпила этот сок, и понеслась. Понравился браслетик, браслетик плетут на станочке, потом пришлось поискать видео, а как обойтись без станочка, нашла видео, как соорудить этот импровизированный станочек на коробочке. Там предлагалось сделать просто на картонке, на такой ровной поверхности. Я сделала на этой ровной поверхности, но у меня ничего не получалось как плести это все дело. Я поменялась, давай крутить на этой коробочке. Муж на меня смотрел, знаете, как на странная женщина странная. Ну, одним словом. Прикрутила я все это, начало получаться у меня, и понеслась. Первый ряд был самый трудный, я никак не могла закрепиться, он у меня все время падал, у меня все время выпадал, ну, в итоге получился очень симпатичный, как на меня, браслетик, что вы мне скажете интересное. И тут я сплела этот браслетик, ну, я говорю, я коробочку мастерила часа два, и браслетик плела часа два, так что теперь у меня есть опыт, я думаю, у меня все получится. И тут я подумала, а у меня же где-то лежат схемочки этих маячков от Refledus Dissoa, которые я плела, вот эти, они сплестили мне, ну, у меня нету такого ювелирного бисера, зато у меня там залежи прециозы, у меня там три огромных коробки, которые там полны этой прециозы, ну, и что, какая разница, будет он побольше, не такой, конечно, приятненький, как этот, тем не менее, то было у меня два этих маячка, один я задарила, а второй вот у меня остался, что-то у меня как-то оформление, это уже больше не нравится, надо запередить, я сама тут крутила эти все желудки какие-то эти делала, надо сделать по-новой, вот, и думаю, а что-то не сплести мне вот это все, я теперь знаю, как плести, я как будто крамора, пойду переводчиком, английский я уже знаю, так и я, ну, что вы скажете, а вы плетите бисером чего-нибудь, я, паска приближается, надо яйцо сплести очередное, наверное, ничего-то мне хочется браслетики, мне хочется может щелкер сплести, я там видела, там столько красивых браслетиков этих всяких разных, там такие чудесные, замечательные, или может колечко к этому браслетику сплести, тоже будет классно, ну, сначала сплету, а потом буду уже заказывать, здесь еще сплести-то я сплела, но тут же надо еще уметь прицепить, вот сюда остепляются вот эти штучки, которые, ну, как это называется, на браслетиках держатели, эти, закрывашки, нет, застежки, вот, наверное, застежки, да, и я думаю, что надо будет все равно эти застежки какие-то покупать, ну, то будет потом, ну, вот, попробую сделать колечко в таком же, в таких же цветах, и будет у меня комплект весенний, вот так-то, до следующего включения, надеюсь, я наконец-то повышеваю, забыла вам еще показать, что-то меня на какие-то подвиги тянет, бисерные, это еще не все, я попробовала вязать фриволете, конечно, все будет так вот, кривенькое, косенькое, ну, потому как оно кривенькое, косенькое, решила, не буду фриволете вязать, я попробовала такое связать, цветочек, сплести, связать, я даже не знаю, как правильно это говорить, и вот такой цветочек, ну, ладно, как-то не зашло на мне. Сижу, вышиваю на раме, вы помните, ту, которая, не-не-не, я на раме не умею, ничего у меня не получается, ничего нормально получается, еще даже через увеличительное стекло, помощница здесь, понятное дело, присутствует, знаете, что я делаю, вышиваю, вышиваю, вот так вышиваю, вышиваю, потом такая, туда, протыкаю иголку, такая, и подглядываю под стекло, потом, о, блин, ничего ж не видно, возвращаюсь. Вот так, как жизнь заставит, научишься и на раме, и с увеличительной, с увеличительным стеклом, так что, кто не умеет, как я, не умел, вышивал только на пальцах, попробуйте, попробуйте вышивать на станке, все получится. Рубрика «Познаем мир» называется, у меня в комментариях спросили, что у меня за увеличительное стекло, я его лет сто назад покупала, я не помню, я еще когда, вот так написано на нем, если вам это о чем-то говорит, прикиньте, я когда прочитала комментарии, думаю, посмотрю, как оно там называется, тут оказывается, есть батарейки, здесь оказывается, даже есть лампочка, видали, я это, понятия не мела, понятия не мела, потому что я не пользовалась этим, поэтому, как бы, какое понятие я могла иметь, я оставлю, покажу, как она еще и светит, и вуаля, чудо техники, со светом, без света, дорогая, можно я буду спать со светом, конечно, дорогая, светом заходы, кобля, смотрите, бог знает, когда вышивала этих птичек, такую делала корзиночку, и решила ее простирать, богу, лет-лет памяти нет, думаю, надо освежить ее как-то, освежила, ну, что ж, так и останется, будет у меня кубизм, абстракционизм, как бы это ни называлось, я художник, я так вижу, прикиньте, капец, какими я нитками здесь вышивала, Димси, у меня других это ниток нет, вот цирк, вот как будто так и было задумано, такая у меня корзиночка для мелочей, полиняка, какое счастье у нас наконец-то вышло, солнышко, боже, это так хорошо, после недели дождей, какая прелесть, я хочу обрезать вот эту тропавку, ее сделать покороче, потому что она разрослась, вон там куст вообще развалился некрасивый, надо, короче, все вот это пообрезать, вот здесь досадить эту травку, и будет у меня все красиво, здесь, конечно, каюк моим розам, здесь у нас ставят термопомпу, и вот здесь, ну, понятно, что вот там уже все, кранты, хоть бы этот пион живой остался, я уже так надеюсь, но здесь раз, два, три, четыре куста, конечно, и вот те, которые вокруг этого были, кипариса, тоже, и каюк, жалко, конечно, ну, вот начинает уже потихонечку пион выпускать листики, а тут, видите, у нас капец полный, с 1-2-3 стич, пришло оповещение, что у них есть теперь этот наборчик, я такая смотрю, а что, я хотела этот наборчик, знаете, когда вот в моменте ты думаешь, о, какой классный, сейчас я смотрю, а надо мне этот наборчик, или не надо мне этот наборчик, захожу в мой виш-лист, листаю его и такая думаю, кто эти люди, кто вот это все сюда загрузил, что я это хотела, чего-то я не помню, ну, вот Роузвуд Мэннер я помню, да, было такое, Мишку от Миробилии помню, тыквы, листики, вот это, я все это хотела, иногда очень хорошо вот этот виш-лист просмотреть, чего тут есть, чего тут нету, и пусть полежит и удалить потом, что тебе не нравится, а где мои Снэшвиля, которые я сохраняла, их нету, а вот бабочка Снэшвиля, я помню, или нет, она не Снэшвиля, Миробилия, люди, скажите мне, пожалуйста, если на Мережке купить Миробилию просто, мне хочется вот эту вот картинку, она здесь у нас стоит, вот, 67-50 долларов, а если на Мережке просто купить, надо пойти посмотреть, сколько она там стоит, мне здесь доставка очень удобна, мне пятерка будет доставка, это мне получается будет стоить сколько, 75, ой, 68 плюс 5, 73, ну так, дофигища, наверное, ну как бы, размер 15, а, это инчи, я думаю, такая маленькая, вот, а, как-то странненько у меня, я не вижу, которые я с Нэшвилля посохраняла картинки, у вас такое бывает, у вас на телефоне один этот самый, в компьютере на этом же сайте другой, как это называется, вот, вот это я помню, Марин Капрок вышивала, мне она так понравилась, я себе захотела, такая милая картинка, классно, сколько она у нас, пятнашку, ну это пукай, это паттерн, ну, в смысле схема, от Джанетт Дуглас, распродажа, ну-ка посмотрим, сколько она на распродаже, так она 22 стоила, сейчас она 1759 стоит, это уже как бы, да, вот эта малепусенькая схемка, вот это, да, у Джанетт Дуглас, конечно, она не стесняется, но барабанчик, вот, суперский, классный, правда, так, что у меня тут еще есть, все, на Джастнен я присматриваюсь на эти кубики, как это называется, ну, игольнички, да, вот такая, это, только кубичик, еще отдельно, еще мышку купить, ну, тридцать никогда, тогда, думаю, что не так уж и дорого, Мережка, за 70, со всем вместе, внутри, вот, Роузвуд Мэнер, вот, нормальная цена за схему, я, я считаю, 8-9, и схема-то классная у нее, красивая, правда, ну, я, по Роузвуд Мэнеру, очень мне не нравится, потом вот эту Мерабельку хотела, ну, тоже, знаете, хочется, хочется, такой мишка славный, куда его потом, этого мишку, ну, симпатяга, да, может, к зиме там ближе, и, так, здесь тыквы, листики, это все понятно, это все мелочевка, это, что у меня, еще таки есть, вот эти подвесочки, я себе вышила одну, а теперь смотрю, то ли превью, у них такие, что, ну, ни о чем, моя такая красивая подвеска, а это какая-то, никакая, сейчас покажу мою, и сравню, так, вот моя подвесочка, ну, это другая, понятно, не из этой серии, может, она вышитая, и та будет классная, не знаю, мне вот эта подвеска настолько понравилась, что я хотела и все остальные четыре купить, или сколько их там, на превью смотрю, какие-то они, ну, посмотрите вы, скажите мне вы, как вам, вот, вот, такая с сердечком, здесь только ради сердечка этого взять, ну, красивая, ну, что тут уж сказать, может, вот эту взять, и с кардиналом, вот здесь такая есть, ну, кардинал, я не знаю, смотрю девочки, некоторые восторги, там, от кардиналов, я так, что сильно кардиналов, кардиналов, то ли потому, что я не видела никогда этих птичек, это наверняка перед этим самым, днем Валентина, меня пробило, я тут набрала этих сердечек, сейчас смотрю, нафига мне нужны эти сердечки, такое себе, такое себе, ну, вот это, конечно, я обязательно себе куплю, потому что коровы, да, давай, открывайся, коровы, это все, ну, смотрите, как можно пройти мимо этой коровы, ну, с этим снеговиком, снеговик, видите, у него фартушек такой милый, такая, славная корова, пупу сделала, а вон там еще одна, вторая, домик красный, да, супер, не вот это однозначно, это мое, тоже не знаю, куда я его пристрою, но оно мне надо, так, ну, все, ладно, что-то я это самое решила с вами поделиться, поговорить, наверное, охота, ну, что вот это, так, это я у кого-то увидела вот эту лису, мне кажется, и мне захотелось, сейчас уже не хочется, вот хорошо побежал, взял, этот самый виш-лист положил, время прошло, все, попустила, как рукой сняла его, а вот это, по-моему, Хрисмас без корню, это последняя от Джаснен, это Тамара вышла, и я ж побежала, волосы назад, и мне надо, но она красивая, что-то, ну, говорить, она роскошная, она роскошная, ну, почти двадцатка, конечно, так, а это у меня, что, папилон роуз без корню, элегант сирит, ой, ну, тоже, гляньте, какая красивая, класс, и это пятнашка, так, вот здесь пуговица появилась, это бабочка, которая мне очень понравилась, красивая бабочка, это я показывала ее как-то в новинках декабря, или где-то, классная, правда, супер, такая она, ну, она красная, выше-то, конечно, она суперская, пью-пью-пью-пью-пью, я когда этот звук слышу, я все время вспоминаю, как это, как это, плохой, как этот мультик называется, с миньонами, с этими, когда он ходил там, вью-вью, 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 а, и вот это ланарты, очень мне хочется, вот эту лечку, смотрите, какая она с птичками, картинка здесь, это не у вас, во глазах, это такая картинка мутная, ну, вы знаете эту лечку, ну, это нормальная, смотрите, 27, по сравнению с мережками, мережку мне больше хочется, ладно, все, закончился весь лист, вот сижу, вышиваю свою дамочку, на эфелевой башне, тут платье, ее зашивать, черным цветом, это так нудно, я думаю, на пельцах это было бы, конечно, быстрее, чем на вот это, на этом станке, как-то, ну, может, я со временем научусь быстро и на станке вышивать, но мне кажется, так долго этот процесс идет, и тут посещают разные мысли, бродят, думаю, надо тег какой-то записать, что ли, под этот, под это вот бесконечное платье, и тут смотрю, Стейси вышивает, записала очередной тег, она очень часто записывает тег, кстати, если вы не знаете ее канал, я оставлю на нее ссылочку, очень милая девушка, и голос у нее такой приятный, у нее очень много тегов, и она отвечает на вопросы, и вот под вышивку, оно самое то, и я вот думаю, ответить на этот тег, на который она отвечала, называется VAR TOCHINI на украинском, ну, интересно, как мне понравилось, какие вопросы интересные, либо ответить на свои вопросы, потому что тут меня тоже посещают разные мысли, всякие, которые хочется озвучить, так что, наверное, следующее, следующее видео будет тег, и я надеюсь, я довышиваю это платье, то я его что-то шью, шью, шью на месте, как это очень медленное платье, зато будет очень красиво, и так, я продолжаю свой влог, и у нас сегодня пятница, и нам объявили в СП вышивальный разгул, который проводит Катя из канала Лимонка вышивает в Телеграме, нам объявили девятый старт, это у меня походу какой? Пятый старт, и, скорее всего, последний, хотя я там еще планировала, если вы помните, карту Швейцарии вышивать, ну, я не знаю, я стартанула этот пункт в вышивальном разгуле, называется не крестиком единым, а значит у меня будет The Garden от Crossing Patch от Эми Бишоп, К сожалению, не по оригиналу все это будет происходить, так не делайте, как все блогеры говорят, но уж очень мне его хотелось, и вот так, как-то так, и вот посмотрите, сколько здесь всего, много, всякого разного добра, здесь у нас присутствуют и ниточки перли от DMC, и мулины, и вот такие хитрые с секционным окрашиванием ниточки, никогда я ими не пользовалась, ну, вот попользуюсь, смотрите, какие они красивые, какие у них здесь интересные переходы, все они разные, и посмотрим, и вот одна ниточка Глориана у меня здесь, это у меня чего? Это у меня мох, и вот на такой тканюшечке будет вышито, я взяла специально такой крупный каунт, потому что там будет хардангер, и я заметила, что хардангер, он гораздо лучше выглядит на плотной ткани, вот как это у меня, вы можете видеть, насколько она плотная, и на достаточно большом каунте, у меня здесь, скорее всего, 27-й, если не 25-й каунт, ну, короче, очень крупное, как раз то, что мне сейчас надо, вот я вам покажу поближе, это я покупала на Бутинет, у нас есть такой сайт в Швейцарии, и там просто написано равномерная ткань, все, здесь она смесовая, здесь, ну, я так понимаю, больше полиэстера, чем хлопка, ну, там какой-то минимальный процент хлопка тоже имеется, и начну я этот гарден, надо посмотреть видео, потому как я уже подзабыла, что там надо делать, и вот, рано я радовалась солнышку, вот это один день был, было у нас солнышко, а опять все последующие дни, четверг, пятница, и сегодня у нас уже суббота, опять идет дождь, и днов обещает, что завтра последний день, воскресенье, какое у нас скучное, томное будет воскресенье, и в понедельник обещает солнце, ура, ура, наконец-то я смогу доделать мой садочек, видите, вот там я одну сторону, я уже обрезала эту травку, а вот эти огромные кусты, их надо тоже пообрезать, вот эти кусты, светло-зеленого цвета, я называю травкой, ну, это вообще-то, да, травка, ну, они вот такие кустовидные, большая травка, декоративная, красивая, и что же, подведем итоги, сейчас я вам хочу показать, то, что мне удалось, на вышивать, в течение этого вышивального влога, я вышивала чуть-чуть больше недели, там неделя, по-моему, и два дня, у меня получилось, и вот эта зимняя сценка, это с того, с чего я как бы начала эту вышивальную неделю, вот какая красивая получается эта вышивка, здесь очень хорошо видна перспектива, несмотря на то, что еще у меня нету здесь бэкстича, понятно, что в Dimensions этот бэкстич очень большую роль играет, и это будет гораздо интереснее выглядеть, но, несмотря даже на это, мы уже можем видеть, насколько вот на переднем плане, это девочка, эти почтовые ящики, этот домик, далее вдалеке, видите, другой домик, и это вся перспектива идет, здесь будет еще озеро такое, или прудик, я не знаю, на котором там будут кататься, вот эта плямка, это, это, конечно, трудно понять, что это сейчас, но это в дальнейшем, это будет ребенок на саночках, на животе лежит, и вот там с горки вот туда скатывается, ну, конечно, прекрасный дизайн, вы знаете, он у меня так долго лежал, и я его не брала, не знаю, на превью, вот никогда не ориентируйтесь на превью, я не видела никогда от шипов вот этого зимнего сюжета, и поэтому как-то он не очень привлекал внимание, но сейчас я смотрю, и мне настолько это нравится, так классно это все выходит, несмотря на такой миниатюрный размер, тут столько деталей, столько элементов, вот эти вот деревья будут, здесь будут ветки, вот это вот листики, которые не упали, знаете, остаются там пару листиков на дереве желтых, вот это они, здесь еще будет небо, ну, короче, шикарный дизайн, он мне безумно нравится, и я его, хотела, конечно, я до марта его закончить, но не сложилось, не срослось, ничего страшного, как говорится, мы же умирать не собираемся, в ищу еще есть, желание его вышивать, пока есть желание его вышивать, я его буду вышивать, так, дальше, что я еще вышивала, а вышивала я свою скатерть, вот здесь, наверное, посложнее будет показать, потому как она большая, и я вышила вот эти цветы, все цветы вот эти, я вышила и отбекала сразу все это, потому что здесь, видите, достаточно много этого бека, он простой, ничего тут сложного абсолютно нету, он не квадратичный, я как бы с беком нормально себя чувствую, я, у меня нету, я не заморачиваюсь по поводу того, что он мне не нравится, какая разница, мне кажется, этот бек, он даже быстрее идет, чем крестики вышиваются, ну, вот такой кусочек я отшила, и теперь мне осталось еще вышить две стороны на этой скатерти, тоже буду ее вышивать, весна сейчас, сейчас пойду вышивать птичку и цветочки, это будет уже как бы интереснее, разнообразнее, так что, вот, следующее, а, следующее у меня эфелевая башня от Суазид, и, наверное, скорее всего, будет легче взять телефон и отнести его к станку, чем притащить сюда станок, сейчас покажу, и вот, особо показывать-то и нечего, здесь у меня вот вышивается платье, и, как вы можете заметить, у меня еще даже половины от платья не вышито, вот такой кусок у меня вышит, там дальше еще будет это платье идти, ну, короче говоря, здесь по большому счету, вот видите, сколько этого платья, вот это все платье, вот это все будет черным зашиваться, черным, 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 и, в общем, вот, светит оно все, ну, на превью оно тоже светит, написано в одну нитку, вышиваю в одну нитку, ну, что ж, как, как есть, вот так, и, что я хочу сказать, и я хочу сказать, что на этой веселой ноте, я заканчиваю свой вышивальный влог, он какой-то получился безразмерный, я надеюсь, что вы его досмотрели до конца, всем героям, кто досмотрел до конца, медаль на грудь, и печенье с полки, а мне, пожалуйста, лайк и комментарий, напишите мне пару теплых слов, и я вам непременно отвечу, а на следующей неделе я хотела бы, как я вам уже и говорила, записать тег, я там напридумывала всяких разных вопросов, в эту дождливую погоду, меня потянуло на философию, и буду вести, надеюсь, вышивальный влог, если все будет хорошо, начну с The Garden, и буду продвигать все мои начатые процессы, расскажу, на следующей неделе это будет последний старт в вышивальном разгуле, и я вам расскажу и покажу, какие я старты в этом вышивальном разгуле, объявила, и как они себя чувствуют, и насколько они продвинулись. А на этом я, друзья, с вами прощаюсь, я желаю вам мирного неба, прекрасной весны, тепла и света, и добра. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok